Добрый день, с вами канал OpenFrame TV и в этом видеоролике мы разберем создание вот такого интересного устройства для электриков. Включает это устройство в себя фонарик мощный светодиодный, прозвонку, а также датчик напруги, постоянной и переменной. Также с помощью этого устройства можно определить фазу. Для начала перейдем к тестам, посмотрим его возможности, а дальше посмотрим этапы сборки и схему. Рассмотрим его возможности. Ну фонарик вы уже видели, тут установлен мощный 3-х ваттный светодиод и линза с углом рассеивания 30 градусов. Также покажу прозвонку. Подключается все это дело с помощью 3.5 штекера. Переводим переключатель в нижнее положение. Этот светодиод светится и означает, что включен режим прозвонки. Это чтобы не перепутать ничего. И как видим, когда трагиваемся контактом, идет прозвонка. Допустим, положим плоскоупцы. То есть прозвонка работает. Теперь посмотрим режим индикации напруги. Для этого переводим верхнее положение наш переключатель и дотрагиваемся до контактов. Эти контакты включены в розетку. Ну просто удлинил для удобства, чтобы не снимать возле розетки. Как видим, напруга 210 вольт. Переменки. Подключаем. Как видим, светится светодиод. Тут без разницы, каким образом подключать, он будет светиться и все равно. И это означает, что тут переменка. Теперь же, как определить фазу. Для этого, сейчас выключу свет, чтобы вам было виднее. Беремся, допустим, за один контакт, за этот, а вторым начинаем дотрагиваться до выводов. Но светодиод светится слабее, так как нет замкнутой цепи. Как видим, к этому контакту есть, значит, эта фаза. А к этому контакту ничего не происходит. Дальше покажу, что он измеряет постоянку. Выбираем 200 вольт. Сейчас к другим клеммам подключимся. Вот у нас есть клеммы. Вот в постоянке играет роль, куда подключаться, к плюсу или к минусу. Поэтому всегда, когда прозваниваете или ищете напругу, вот видим, 27 вольт, проверяйте. Так, в таком положении и в реверсном. Смотрим. Тут 27 вольт, как вы уже заметили. То есть, напруга мизерная. Однако, он будет, вот он светится, как видим, от 27 вольт. В другом же положении он не светится. Сейчас неудобно дотрагиваться. Вот. Нету ничего. Так что обязательно нужно проверять так и наоборот. Мало ли, вдруг идет постоянка. Вот. Ну, а теперь займемся созданием этого устройства. Для создания нам потребуется корпус от старой зарядки ноутбука, кнопка выключения, кнопка переключения прозвонки и индикатора. Клемма одна, это которая будет встроенная, другая будет на проводе. Подложка под светодиод, трехватный светодиод, а также линза для него. Под углом рассеивания 30 градусов. Две банки по 2200 мАч. Три светодиода. Два гнезда зарядки, так как две банки. Буду их по отдельности заряжать. Два резистора и диод. Также необходим будет тестер для проверки исправности всех наших компонентов. Ну что ж, приступаем к сборке. Первым делом подготавливаем наш корпус. Просверлив в нем необходимое отверстие и сделав углубление под выключатели, светодиоды, линзу, зарядки, кнопку. Также делаем отверстие под наш контакт, который мы будем касаться. Он будет изготовлен из вот такого 3-мм медного провода, одножильного. Дальше необходимо будет все это установить. Но для начала посмотрим схему соединения. Схема устройства очень простая. Единственная сложность заключается в выборе вот этого переключателя. У него должна быть высокая надежность, так как сюда приходит и 220 и 380 вольт. И чтобы не коротнуло на наш аккумулятор, он должен быть высокого качества. Все номиналы по схеме я расписал. Оговорюсь, что это светодиод сверхяркий для индикации напруги, это желтый светодиод для прозвонки, а это трехватный светодиод для фонарика. Также имеется 1-ватный резистор для ограничения только светодиода. Ну что ж, приступаем к сборке. Ну вот и собрали мы. На схеме, конечно, красиво все выглядит, а в реальности как всегда. Клеевый пистолет, навесной монтаж. Однако все работает, как видим, уже все собрано, подключено. Вот. Дальше я установил также радиатор дополнительный к той подложке светодиодной и закрепил с помощью термоклея. Теперь осталось собрать и посмотреть, что у нас вышло в итоге. Для того, чтобы подсоединить контакт, который мы будем прозванивать или проверять напругу, необходимо сделать штекер 3.5, чтобы он заходил в это гнездо. И делаем мы его таким образом. Берем просто все контакты, коротим в один и затягиваем такой стальной оплеткой, чтобы он не вырвался. Одели металлический кембрик, обжали его, сверху нацепили термоусадку для того, чтобы не схватиться тут и не ударило током. С обратной же стороны делаем наш импровизированный щуп с помощью той же самой 3-миллиметровой проволоки, которая на корпусе. Вот тут зачистили, припаялись, сверху надели ту же самую термоусадку и щуп готов. Вот и завершили сборку нашего устройства. Получилось все довольно компактно. Однако снимаю эту часть видеоролика спустя неделю после завершения сборки. Уже походил с ним, хотел протестировать, времени не было снять. Упустил пару раз, разлетелся корпус, однако ничего не отпаялось. Как видим, все до сих пор работает. Скрутил изолентой, чтобы не мучиться с клеем и тому подобное. В общем, что хочу сказать. Пришлось заменить кнопку на выключатель, потому что кнопка в кармане неудобно нажималась, а сама по себе. То такое. Это раз. Во-вторых, жалею, что поставил аккумуляторы не вот эти, которые я показывал в самом начале, а свои старые. Ну, правда, еще не сел, как видим, аккумулятор полностью. Светодиод еще светит ярко. Однако, если бы я поставил эти аккумуляторы, то намного дольше бы держало. Хотя еще зарядку не производил. Вот. Устройство получилось отличное. Кому понравился видеоролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok